здравствуйте меня зовут ирина шайдова я создаю украшения сегодня будет вторая часть посылки с сайта алиэкспресс фурнитуры для украшений под видео также я оставлю ссылку на первую часть кто не видел посмотрите там было очень много интересных элементов вторую часть я хочу начать вот с этих карабинов просто отличные чудесные карабины латунные и очень красиво они смотрятся в крепление с бусинами карабины средние по размеру ближе скорее даже крупным чем к мелким в упаковке идет три штуки они не дешевая но они очень качественные под бронзу и под медь карабин открывается эта часть снимается при желании сюда можно пристегнуть конечно же и какую-то удлинительную цепочку и внутри там есть отверстие за что будет держаться тросик тоже самое входим в одну часть другую выходим и крепим бусину и все и тросик держится можно дальше насаживать бусы если сильно далеко тросик подходит его можно немножечко вот так вот сблизить друг к другу и потом насаживать бусинку чтобы она ближе легла в этот замок вот так получается и вот здесь уже ставим крим по зажимаем эту бусину близко к замку очень мне нравится вид этих замков и очень нравится качество этих замков так еще два замка вот такого плана 1 и 2 1 под золото 2 под серебро они есть разных размеров такие замки у меня есть и больше эти аккуратные но вот прям на браслет просится просится на браслет три с половиной сантиметра длиной цвет золота во всей этой фурнитуре очень красивый вот и они расстегиваются вот так сюда много рядов можно сделать бусин мелких конечно же мелких потому что вот эта рабочая поверхность 15 наверное есть но за счет того что она так изгибается в общем она смотрится еще меньше вот мелких бусин много-много рядов можно сделать можно сделать и два ряда до использовать только допустим последние отверстия или среднее отверстие в общем тут уже у кого какие бусины чтобы все красиво вот и вот этот центральный элемент он может быть на руке как в этой части так и в этой части будет красиво очень удобный красивый шикарный вот на браслет у меня такие расходуются гораздо быстрее чем на колье этот размер гораздо удобнее для меня для работы так и еще один пакетик остался тут я вижу в основном швензы но может что-то я забыла может еще что-то будет давайте посмотрим какие швензы на сережки вот он этот магазин которым я постоянно заказываю что-то новое новые швензы но для меня новые заказала с такими камешками у меня есть на кулона такие кристаллы такого цвета и поэтому я решила что надо чтобы были и серьги но как по мне вот с такими если есть большой элемент на сережках очень сложно к нему подобрать пару потому что сами серьги мне кажется что уже состоялись они в общем-то крупные заметные с красивым синим цветом такой цвет любят насыщенный если где-то кулон будет еще такой то 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 все уже все готово да но в общем то все равно здесь есть петелька можно еще что-то подвесить раньше когда только я начинала заниматься украшение меня очень привлекали все такие камешки мне казалось что я такого никогда не видела мне точно надо но это время показала что чем проще швензы тем легче делать серьги и если такие сложные серьги а если в них уже тема задано то с ними сложно договориться из этой же серии вот эти вот бабочки да тоже уже с камешком но я делаю украшение сапфиром и мне вот именно синий цвет вот этот всегда помогает даже если маленькую бусинку натурального сапфира подвесить то будет но перекличка и тут уже точно и мешать не будет и еще эти серьги они очень хорошо по форме смотрятся особенно если подвесить каплю нужного размера я такие же серьги в этом же магазине покупала и все с белыми стразами да и делала сережку вот здесь вот висела у меня капля причем она такая не очень длинная но и не маленькая вот и вот эта бабочка она просто очень хорошо смотрится с формой капля вот понравились мне эти сережки сапфира сожалению у меня капли нет но просто бусинку подвешу и будет синяя швенза и синий камешек швензи мне кажется будет в тему и под серебро я все серьги взяла в золоте в серебре потому что используете и другие дела несколько моделей совершенно простые без всяких страз то же самое их легче всего использовать можно любую форму камня до подобрать любой цвет и будет удобно красиво я взяла несколько моделей не взяла несколько моделей совсем простых но они все немножко отличаются отличается вот этой передней формой для у кого-то вот каплевидная такая форма у кого-то прямая какая-то сережка чуть потоньше какая-то чуть потолще сбоку если мы будем смотреть какая-то пошире какая-то поуже это тоже совершенно обыкновенная но здесь уже широкая передняя часть на этой покажу и она как бы закруглено видите какая-то длиннее какая-то короче в общем все швензы эти разные золото серебро золото и серебро точно такое же есть в зависимости от того где вот эта петелька находится хочется ту или иную бусину прикрепить если вот эта площадка пошире то бусинку хочется какую-то покрупнее взять если площадка тоненькая той бусину какую-то вытянутую чтобы она как-то поддерживала или может быть здесь какую-то цепочку и на ней бусинку или палочку в общем каждая форма швензы она диктует свою форму подвески ну и конечно кто что больше любит до одному нравится удлиненные серьги другому наоборот крупные короткие серьги кто-то носит только пуссеты тут нет ничего плохого и хорошего здесь просто разнообразие выбора должно быть если ты делаешь украшения ну и на примере вот этих тоже видите одна длиннее другая короче вроде они одинаковые но когда начинаешь делать серьги вот на одну швензу подвешиваешь не смотрится она другую практически такой же подвешиваешь и вдруг все сложилось все хорошо еще взяла вот такие это новые таких у меня не было взяла посмотреть что это такое и соответственно примерить какие-то бусинки которыми они будут смотреться вот такие вот сережки хорошо бы конечно если бы был но какой-то замок до похожий с таким элементом или был который держал тут бы такое золото много что сюда подвесить надо подумать и серебро интересно мне тоже посмотреть потому что когда получаю что-то новое я вместе с вами это рассматриваю и возможно задерживаюсь на этом чуть дольше чем над над на тех элементах которые у меня уже были так ну что бросается в глаза она не симметричная да не симметричная думаю что-то не то вот они не симметричные две совершенно одинаковая сделаю сережки потому что я не люблю говорить плохо про элементы пока ты с ними не поработал на и даже если с ними поработала не нашел нужного решения это не значит что элементы плохие это просто у тебя не хватило фантазии так вот эти вот новые тоже я заказала у меня тоже таких еще не было круглые круглые я люблю делать с какими-то крупными бусинами чтобы и круг это было еще крупная бусина висела хотят серьги сами по себе мне кажется уже красивая можно ничего не делать интересная петелька вот так за этим кругом находится можно оставить принципе так как есть здесь нет никаких фианитов просто такая металлическая сеточка интересные и это сеточка она некоторых местах такие как как узелочки на ней вот на камеру к сожалению не видно но вот глазом ты видишь что такое неоднородное плетение у этих сережек вот они по диаметру средние понятно что они не сильно крупные но и не мелкие два сантиметра хороший размер вот и еще расскажу что люблю когда крупная бусина вот на таких швензах мне кажется это красиво подобные сережки я вам показывала но те были чуть крупнее это такие солнышки у меня есть такие кулоны и в комплект к ним можно тоже уже ничего не подвешивать уже красиво солнце в серебре солнце в золоте ну а если кулон висит допустим на жемчуге сюда можно тоже жемчужинку подвесить тоже получится в комплект здесь большой фианит крупный стоит но крупные да не крупные я думаю миллиметров 45 так еще одни заказала те которые у меня тоже были понравились мне как смотрятся они вот такие делала я такие сережки тоже с капелькой вот мне понравилось как они смотрятся золото серебро достаточно большое здесь расстояние не мелкие они вот если с предыдущими но скорее вот это обыкновенный размер а вот это вот очень мелкие просто хочу чтобы вы сравнили понимали что к чему на швензы также по тайм-коду буду выставлять которые показываю на 5 минуте так и напишу швенза 5 минута а те которые на 10 напишу швенза 10 минута и ссылки все конечно как всегда будут под видео туго открывается закрывается надо чуть-чуть ее додвинуть закрывается на щелчок хорошая модель второй раз указываем еще одна из таких любимых моих моделей нравится она мне здесь вот это передняя планочка она опущена вниз и крючок как бы внизу идет вот и на некоторых бусинках очень красиво смотрится когда внизу и здесь просто палочка и внизу с фианитами красивая люблю такие палочки так вид сбоку чуть-чуть она расширяется точно такие же в золоте чуть-чуть пододвинуть потому что серьги эти конечно надо регулировать многие из новых взяла еще вот эту модель но тоже они не симметричные мне кажется что если бы они были симметричные было получше но они не симметричные но модель сама по себе интересная для швензы золоте и в серебре крестики нолики так еще вот такие взяла новые тоже просто палочка вот такой вот такие таких у меня нет ничего подобного пускай будут куда-то они мне пригодятся штифт занижен я кстати не говорю занижен штифт или нет но я вид сбоку показываю вы сами тогда уже увидите интересующую вас информацию все швензы которые я вам показываю сегодня они в общем то средних размеров единственные маленькие вот эти были солнышком сильно крупных нет и сильно мелких нет они все средние самый удобный распространенный размер и еще заказала вот эти посмотреть мне показалось они интересные я люблю такие сережки вот форма эти немножко они с одной и с другой стороны такие толстенькие петелька таким образом расположена и расстегиваются они вот так застегиваются так это куда-то надо подтянуть вот эту в какую-то сторону на доли миллиметров откорректировать вот но вот эти вот по форме немножечко отличаются от всех они такими колечками сделаны на мой взгляд красивые и на них мы закончим вторую части обзора с фурнитурой ссылки на эти позиции под видео не забудьте мне поставить лайк постарайтесь написать комментарий а на сегодня я прощаюсь с вами до свидания всем всего доброго